Добрый день! Я вернулся из своего непродолжительного отпуска и на почте меня ждала новая головоломка. Я провел два дня за рулем, возвращаясь с юга, потом на следующий день сразу поехал в рабочую поездку в соседний регион, слегка утомился от этих передвижений и у меня как раз было настроение покрутить что-то неторопливо. И изделие от Лан Лан под названием Мастер Кловер Куб пришлось как нельзя кстати. Мне очень нравится, что Лан Лан стали подписывать название головоломка на коробочке. Сама коробочка-то прежняя, но теперь наклейка, тут видимо код товара и название. И также саму головоломку упаковывают в пленочку, которую я уже снял. Ну, распакуем. Кубик чуть крупнее стандартной трешки. 58 миллиметров, весит около 150 граммов и стоит около 22 долларов. В России вроде бы пока не продается, в Китае можно купить. Для тех, кто ждет X-Man Tornado, скорее всего, анбоксинг будет следующий. Осталось на нем 300 сборок открутить и буду записывать видео. Пока какие-то выводы делать не буду. Также здесь ждут свои очереди Squire MGC и Dayan Zanchip Pro M. С ними будем разбираться уже после 300-го анбоксинга. Их даже особо не крутил. Сегодня разберем Мастер Кловер Куб. По названию сразу можно вспомнить несколько других головоломок. Кловер Куб. И от того же Лан Лана есть вот такой вот кубик, который называют Кловер Куб Лан Лан, либо Сан Флауэр. И это разные головоломки. Разные не по количеству слоев, а по принципу. У этого вращаются элементы на ребрах. И это аналог головоломок от Вэри Пазл под названием Кловер Куб. Здесь же классический коптер двухслойный. Про этот кубик когда-нибудь я все-таки сделаю отдельное видео. Пока руки не доходят. Очень уж нудно его перемешивать. Хотя я его уже собрал. Для Мастер Кловера младшим братом будет просто Кловер Куб. Такое есть у компании Чи. Вращение происходит вот так. Это в принципе основные возможности этой головоломки. Но здесь также есть такая способность к джамблингу. К изменению формы. Можно перемешивать вот так. И становится головоломкой интереснее. Подобные возможности есть и у Мастер Кловера. То есть его можно перемешивать. Как обычный Кловер Куб. Получать такие вот перестановки. Три цикла трех лепестков. То же самое можно сделать здесь. Что-то вроде пиф-пафа. Вот переставились три лепестка. Так же можно вызвать здесь джамблинг. Таким-то вот таким вот образом. Получить похожие изменения формы. Но пока я это верну обратно. Что же здесь добавилось нового? А именно вращение вот такое. Мы можем повернуть вот этот маленький элемент. Все ребро. И маленький элемент, который находится на нем. Что это меняет? Давайте будем сравнивать именно с Кловером. Здесь ребро. И здесь ребро остается так же. Вот на это можно посмотреть и подумать, что это угол. И представить, что здесь уже что-то ближе к бабочке. Бабочка это тот же Кловер Куб, но с уголками. Также можно подумать, что вот эти вот четыре элемента. Это цента, как на морфа Ауреола. Но разделенный на четыре части. Нет, это не так. Это не центры. Это не углы. Как мы видим, вот эти три элемента путешествуют не совместно, как на бабочке. А по отдельности. То есть мы можем покрутить какое-то ребро. И один цвет остался здесь. А два других передвигаются. Поначалу, рассматривая картинки, я не совсем представлял, как это будет работать. И строил разные теории. В итоге, все получилось несколько проще. Вот эти вот лепестки, как на обычном Кловере, просто разделились на четыре элемента. И вот эти два кусочка соединены между собой и путешествуют всегда вместе. А вот эти две детальки перемещаются при помощи вот этих маленьких ребер. Становится все несколько банально и, возможно, не так весело, как хотелось бы. Но это не все возможности, которые предлагает нам Мастер Кловер Куб. Как только мы поняли, как это работает, сразу понятно, как это собирать. То есть нужно произвести редукцию до Кловера Кубика и собрать как Кловер Куб. Все понятно, все просто. То есть есть у нас два этапа. Собираем лепестки и собираем как Кловер Куб. Перед тем, как собирать Мастер Кловер, желательно, конечно, уметь Кловер Куб, а еще лучше бы что-то вроде бабочки. Почему, расскажу чуть позже. Давайте покажу, как здесь еще можно что-то перемещать. Будем постепенно все это перемешивать, но пока я, наверное, верну в исходное состояние. Вращение элементов не очень хорошее, хотя и не отвратительное. Эти крупные ребра вращаются часто нехотя. Я бы, наверное, рекомендовал перед тем, как полностью перемешивать головоломку, собрать ее несколько раз как Кловер. Просто как Кловер перемешивать и собирать, чтобы она разработалась. Я пока еще не смазывал, но, наверное, скоро этим займусь. Я выполнил одну полную сборку и вроде бы понял, как это работает. Помимо обычных Кловерных перестановок, можно, комбинируя вращение внутренним ребром и внешним, или маленьким и большим делать следующие перестановки. Вращаем маленькое, вращаем большое, вращаем маленькое, вращаем большое. И мы переставляем вот эти маленькие лепестки. И именно такими перестановками мы будем собирать большие лепестки, добавляя к вот этим центральным частям вот эти маленькие лепесточки. По существу я уже рассказал о весь принцип сборки этой головоломки. Но здесь можно делать кое-что еще. Если мы, к примеру, вот так вот не до конца повернем маленькое ребро, то мы можем повернуть большое. После чего вернуть маленькое на место. Ну и это можем тоже на место вернуть, если клинить не будет. как-то так. Во время вращения что-то там щелкает, хрустит. Наверное, так надо. Вот, мы сделали что-то вроде этого, но на маленьких лепестках. То же самое можно здесь сделать и на больших. Давайте с другой стороны так же и поступим. Немного разъезжается все это в процессе. но вращается. Не хочет он дальше вращаться, но пусть пока так побудет. То есть у нас доступно и вот такое изменение формы, и вот такое. Их можно комбинировать. Но один момент, который я здесь заметил. Если мы сделаем вот такое изменение формы, то вот на этих элементах у нас уже не получится делать вот такое. То есть двойное изменение конструкция кубика не позволяет. По крайней мере у меня не получилось. Здесь есть еще один важный момент, который мне пока головоломка сделать не позволило. Давайте вот это вернем на место. Коптеры это очень интересный тип головоломок. И следует отличать головоломки типа бабочки и вертолета, у которых основное изменение орбиты происходит вот таким вот образом. Сдвинули на определенный градус правое, верхнее и левое переднее ребро и сделали так называемый джамбл. У нас поменялись орбиты вот этих вот элементов. В кловере из-за отсутствия уголков можно орбиты менять так же. Мы можем так вот повернуть с одной стороны а здесь у нас уже что-то сломано с одной стороны с другой стороны и так же обменять. А и вот у нас два этих лепестка поменялись. Но еще мы можем выполнять вот такие тройные перестановки трициклы более удобные на самом кловере. К примеру поднимаем с этой стороны опускаем с этой заменяем вот так заменяем вот так и у нас получается трицикл. Этот лепесток идет сюда и ну короче вот эти три меняются если я правильно помню. Такой трицикл невозможен на вертолете на бабочке его конечно можно сделать но это производится насилие над головоломкой. если взять курвикоптер 3 или курвикоптер плюс 3 на 3 головоломки которые та же бабочка но с дополнительными возможностями там это уже не получится. Я предпочитаю бабочку собирать без вот таких трициклов которые я сейчас на кловере показал. То есть вот такими перестановками. Очевидно что трициклы кловера позволяют проще собирать кловер куб. Но возможности только бабочки вертолета можно и кловер куб собрать просто будет чуть дольше. Здесь же это кловер куб. И по идее движения кловер куба здесь должны работать. То есть мы можем конечно менять как на классических коптерах вот так вот это здесь работает но хочется и менять как на кловере. К примеру вот это вот подвернуть вставить сюда этот лепесток и вот этим ребром развернуть но у меня пока не получилось выполнить это движение головоломка клинит вот если кто-то еще владеет подобным пазлом у вас также нужно сильнее крутить или это действительно ограничение чтобы головоломка не рассыпалась это несколько усложняет сборку не позволяет делать такие перестановки но без этого можно обойтись и выполнять классические перестановки как на бабочке то есть я без этого собирал почему мне кажется что это должно работать на этой головоломке так как это не первая головоломка от лан-лан на базе кловер куба я с собой в отпуск как раз брал помимо бабочки вот эти три основные головоломки это баттерфлаур коптер а это флаур коптер не путаю так вот флаур коптер это бабочка да у которой есть диновращение очень хорошая головоломка очень интересная баттерфлаур коптер это кловер куб здесь были уголки здесь нет у него также добавлено диновращение и эти головоломки не одинаковые их обе рекомендую и в ближайшее время в ближайшие полугода надеюсь я все-таки выпущу по ним обучающее видео ну естественно после бабочки после кловера к примере буду прикладывать усилия ну так вот вот эта головоломка баттерфлаур коптер она вращается как кловер попробуем здесь сделать кловерные движения выдвигаем заменяем разворачиваем и все работает мы как раз делаем перестановку вот такую но на мастер кловере это почему-то пока не работает не могу гарантировать что она заработает когда-нибудь но у меня вот пока получилось так не критично но забавно вроде бы и кловер но как кловер до конца не крутится хотя быть может разработается пишите ваши впечатления об этом кубике когда он у вас появится что можно сказать по сложности я вот эти вообще три головоломки в один ряд поставил они все интересные и примерно по одному принципу собираются так вот мастер кловер наверное из них самый простой давайте рассуждать на бутерфлау коптере нужно сначала спарить вот эти ребра потом собрать лепестки и потом уже собирать как ловер куб три этапа здесь нужно сначала расставить ребра по местам расставить углы по местам проверить есть паритет нет паритета то есть правильно углы еще ориентировать после чего собрать лепестки потом собрать вот это все как бабочку наиболее долгий процесс примере так собираю флор коптер я здесь же мы собираем лепестки и собираем как кловер да на всех этих трех головоломках надо сначала привести кубик в форму то есть можно вот из такого вида сделать нормальный кубик и потом уже все это делать я этот этап сейчас не обозначил но он присутствует на каждой головоломке все есть и на фауеркоптере как раз есть такая же похожая возможность эти тонкие лепесточки вытаскивать если мы будем комбинировать движения углов и ребер угол вращается ребро вращается можем два элемента вывести из плоскости решается это тоже все интуитивно но решать надо здесь здесь я пробовал по-разному выводить из плоскости эти элементы иногда получается забавно и нужно немножко подумать но опять же никаких алгоритмов все решается интуитивно и я всю эту головоломку собрал не применяя ни одного нового алгоритма прошлое видео было про мастер фто как собирается там вот алгоритмы новые требовались здесь же мастер кловер то есть это что-то круче чем обычный кловер но новых алгоритмов не нужно по сути кроме кубшей всего два этапа спариваем лепестки и собираем как кловер кловер собирается не сложно но из-за блокировки некоторых перестановок приходится собирать не как кловер а как бабочку благо бабочкой я очень хорошо владею и проблем с этим нет но для тех кто умеет собирать только кловер я наверное рекомендую обратить внимание еще на бабочку перед тем как мастер кловер собирать возможно я в этом ошибаюсь и кубик будет вращаться как положено но попозже стоит там посильнее нажать покрутить и все заработает но пока так стоит отметить еще по качеству наклеек те кто владеет подобными головоломками знают что здесь уголки слегка задираются вот этот желтенький некоторые не очень красивые но здесь не очень заметно а вот на этом оранжевые где-то должны быть вот все волнистые такие если видно вот тоненькие задираются наверное буду их подклеивать здесь пока за одну сборку ничего не зацепилось и дефектов не заметил но обратил внимание еще на один момент вот если мы повернем вот так то видим здесь внутри эффективный уголок и два таких вот черных элемента так вот должно быть видно вот на одном из ребер у меня одного маленького черного элемента вот этого нет не знаю смогу ли его сейчас найти вот оно черное на черном не очень видно но вот я могу туда внутрь поместить ручку есть вот пустота я вроде такой только один нашел как-то в сборке не мешает не знаю это либо конструктивно так нужно либо дефект при сборке что-то забыли доложить вот так если у вас подобное будет напишите в комментариях в общем если подытожить это все же интересная головоломка которая позволяет помимо обычных перестановок тонких лепестков делать их еще с изменением формы иногда приходилось здесь главная сложность когда мы собираем лепестки делаем редукцию это правильно расположить донорские лепестки откуда мы какие-то элементы берем и в этом случае нам как раз приходится прибегать вот этим трициклом и перестановкам из бабочки почему я обратил внимание на то что что-то там блокируется но иногда можно к примеру вывести как-то из плоскости и вот этот элемент поставить вот сюда да при этом что-то другое нарушится но когда мало чего собрано это бывает полезно как-то я этим воспользовался но эти потом уже в другом месте поставить в нужное положение буду собирать для того чтобы полностью познать головоломку нужно много сборок и только после этого буду делать туториал головоломка не очень сложна но собирается не так быстро как кловер обычный что логично достаточно интересно и подвластно тем кто умеет собирать кловер куб и бабочку я наверное сейчас какое-то время посвящу коптерам после чего вернусь к мастер морфиксам а может быть нет может быть как-то по-другому кто знает по настроению в любом случае головоломка не очень дорогая достаточно интересная и для коллекционеров в любом случае подойдет но будьте готовы к не очень хорошему вращению а на этом все всем спасибо всем пока